21 марта в день поэзии в Тверском театре драмы прошло вручение второй всероссийской премии имени Андрея Дементьева. Приветственный адрес организаторам, участникам и гостям торжественной церемонии направил губернатор Игорь Руденя. Всероссийская премия имени Андрея Дементьева была учреждена правительством Тверской области и Домом поэзии Андрея Дементьева в 2020 году. Как известно, уроженец Верхней Волжи он никогда не терял духовные связи со своей малой родиной. Часто здесь бывал. Это отметил и губернатор Игорь Руденя, который прислал приветственный адрес, зачитанный заместителем председателя правительства Валентиной Новиковой. С Тверским краем тесно связаны жизнь и творчество многих выдающихся писателей и поэтов России, которые внесли огромный вклад в сопровищницу мировой культуры. Один из них Андрей Дмитриевич Дементьев, человек яркого и разностороннего таланта, творчеству которого всегда было посвящено Родине. В этом году в номинации «Молодой поэт» победа присуждена студентке филологического факультета Тверского госуниверситета Натальей Жигуновой. Высокую оценку получила лирика автора. Девушка отметила, что для нее эта награда – большая ответственность и в какой-то степени аванс на будущее. Это, во-первых, подарок судьбы очень огромный, а во-вторых, это какое-то обязательство на будущее. То есть эту награду, наверное, еще стоит заслужить. Также в рамках номинации «Молодой поэт» специальный приз, сертификат на издание книги, вручен поэтессе из Владивостока Елене Киселевой. В номинации за вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества премии удостоена директор Государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Тамара Мельникова. За проект «Мой гений веки пролетит». Это цикл культурно-просветительских образовательных программ, направленных на развитие и популяризацию поэтического творчества. Она 40 лет директор этого музея, и Тарханы является одним из наших лучших литературных музеев. И поддержать ее, порадоваться тому, что музейщиков так выделяют. А наши литературные музеи, вообще музеи в России, это бесценные крупицы, разбросанные по всей стране, в которых музейщики, это святые люди, они сохраняют нашу культуру. Завершающим аккордом празднования Всемирного дня поэзии в столице Верхней Волжи стал спектакль «Флейта-позвоночник» по стихам и письмам Владимира Маяковского. Режиссером постановки выступил народный артист Российской Федерации Вениамин Смехов. Вместе с ним на сцене Тверского театра драмы выступили артисты театра на Таганке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова